здравствуйте дорогие телезрители канала фонтовые мои дорогие подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема смородина смородина такой кустарник ягодный который знаете без которого просто жизни нет если хотите вкусный чай нарвите листьев хотите вкусное варенье да бога ради сварите пятиминутку хотите очень густое варенье сварите настоящий джем из смородины это получается на раз потому что она очень хорошо жилируется можете сделать вино из сухой смородины просто замечательное такайское будет вино я хочу поговорить о самом кусте смородины вот сейчас уже начало августа да посмотрите у нее отросли ветки но достаточно длинные после того как мы их обрезали сначала весной под 0 а потом начали прищипывать ну вот это все боковые ветки но сейчас конечно рука просится прищипнуть макушку но очень важно помнить что за столь короткое время до за пару недель боковые ветки у нее будут очень слабые очень слабые и они не вызрюет и скорее всего заболеют на следующий год мучнистой росой поэтому оставляем все как есть но мы придем к этим кустам 20 августа и вот то что называется верхней почкой макушкой все это каждую веточку прищипнем чтобы убрать точку роста но 20 августа повторяю еще раз для того чтобы убрать точку роста и дать возможность вызреть древесине этой ветки а вот на следующий год весной ну по обрежем кое-что не все конечно но так чтобы у нас и ягоды были и куст рос правильно сейчас от вас требуется поливка просто водой все подкормки мы уже закончили у нас только начинается кормление да это кстати извините как это закончили у нас 1 и 15 августа а сегодня 1 августа подкормка сульфатом калия то есть калинта и суперфосфатом вы меня спрашиваете можно сульфат калия заменить на гумат калия а что такое гумат калия не забыли вытяжка из навоза то есть это азот с калием нет мои дорогие сейчас азот не нужен уже практически только разве что тепличным огурцам и помидорам и ну и тем кто там образует плоды этим уже не надо вы все испортите дайте чистой воды побольше чтобы все молодые ветки у вас не погибли зимой нужна вода и калий и фосфор 1 калий и фосфор и 15 калий фосфор для всех растений которые идут зиму а для смородины еще и закопанный по вот так вот да по проекции кроны по периметру закопанные порезанный картофель все что вы копаете картошку не пойдет в еду пожалуйста оставьте и осенью все внесите как положено а вы как хотели хотите ягоды ну так будьте любезны я ягоду практически всю собрала осталась моя любимица зеленая дымка но ее очень приятно поесть с куста потому что она очень и очень сладкая ну на этом я закончу всего доброго и до свидания а в конце августа мы вернемся к смородине